Всем привет, друзья! Меня зовут Руслан, вы на канале GBAG. Продолжаем проходить Remnant. Насколько я понимаю, друзья, та локация, которую я нашел, это своего рода как секретная какая-то, я не знаю, как типа события в игре. Здесь есть какие-то такие вещи, насколько я знаю, как события, которые могут появляться в игре и что-то, собственно, дают за их прохождение. И вот это, как я понимаю, именно что-то такое. Потому что мне, по-хорошему, надо было вход в зону помойка. Ух ты, здесь какой-то челик. Здесь какой-то челик, друзья. Это, похоже, торговец. Тихо, тихо, тихо. Привет, Рув. Ты откуда? Чего тебе надо? Ты в порядке? Да, конечно. Чего? А, да, да. До встречи. Ты добытчик? Нашел что-нибудь для продажи? Нет, нет, нет. Ничего нету. Я не торгую, ничего не слышу. И не вижу. Голоса. Голоса. Миллионы говорят вместе. Все видят, все перебивают друг друга, потом говорят вместе и... Не могу. Нет. Такая маска. У меня нет. Не знаю. Не знаю. Не спрашиваю. О, забыл. Все забыл. Ничего не забыл. Дуб это все. Дуб это все. Дуб следит, да? Всегда следит. Тысячи глаз ждет и шепчет, 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 шепчет. Нет. Нет, ничего не узнал. Не видел. Не слышал. Только шепот. Шепот. Уходи. Не хочу. Не заставляй. Не спрашивай. О, опять. Ух ты. Прикольно. Да, друзья. Собственно, он говорил о каком-то дубе. Я так понимаю, это вот это дружелюбное дерево. Давайте сейчас к нему сбегаем, собственно, и посмотрим, возможно, как-то что-то, эта маска где-то работает. Давайте, можно ли ее поставить, собственно, да, друзья? Что это такое? В полном запасе здоровья каждый... Блин, ну это охеренная штучка. Охеренная штучка. Давайте-ка посмотрим, что за эту штучку дают. И, возможно, я не знаю, давайте поговорим с этим дубом. Возможно, он что-то даст. Дуб это, я насколько понимаю, это вот то дерево у нас, друзья. То есть, давайте в контрольные точки подойдем, пополним патрончики. Окей, отлично. Все, все, отлично. И на выход. И сейчас бегаем к дереву. Возможно, там, друзья, что-то будет интересное. Собственно, посмотрим. Не знаю. Но единственный дуб, который я видел, это вот это дерево, которое что-то там типа говорит, друзья. И мне кажется, что это своего рода какой-то квест, я не знаю, или какая-то загадка, или что-то типа того. Но, во всяком случае, мне кажется, что, возможно, это сработает. Ну, потому что это все в одной локации. Все вот просто, вот вся логика, как бы. Потому что он говорил о дубе. А дуб есть в этой локации. И сейчас бегаем к дубу. Так, где эта хрень? Ну, в принципе... О, там наши друзья уже, друзья. Какая-то... Кажется, дела плохие. Так, это... Особенный. В принципе, достаточно легко. Мы их убиваем. Но вот этого заебистого надо убить. Куда ему надо стрелять? Я так понимаю, что надо ему стрелять в туловище, друзья. Чтобы в туловище он получает какой-то более-менее серьезный урон. В принципе, блин, не выпал этот крутой кристалл. Это, конечно, не радует. Но сейчас пройдем и посмотрим, что будет дальше. Побежали, собственно, к дубу, друзья. И... Интересно, что будет. В принципе, ух ты. Так, что первый раз не прошел хэт, или что? Как это работает? Это крит, или я все-таки... За счет того, что в хэт стреляю, эта красная вылазит. Друзья, их что-то здесь многовато. Не знаю. Сейчас мы, конечно, их всех убьем, потому что здесь... Вот этот вот какой-то ультрамодный кристалл падает. Вроде все неплохо. За исключением того, что у нас ни хрена не осталось патронов, друзья. А так, в принципе, все неплохо. Так, вот этот дуб, друзья. И сейчас, собственно, посмотрим. Возможно, надо одеть эту маску, я не знаю. Возможно, как-то мы будем понимать дубий язык, или что-то типа того. А ну, давайте потестим, чисто интересно. То есть, это маска, скорее всего, как переводчик, да? Все-таки, друзья, я был прав. Вау! А, друзья, 250 опыта плюс перк. Собственно, вот как оно работает. И я советую вам найти, конечно же, эту хрень, если она, друзья, будет падать. Собственно, есть у нас плюс еще один девайс. Это, безусловно, меня радует. Давайте активируем контрольную точку, пополним патроны. Точнее, она уже активна. Во всяком случае, лучше... Я так понимаю, друзья, что таким образом, собственно, сохраняется игра. Так, давайте разберемся, куда нам идти. Так, судя по всему, отсюда я пришел. Ну, в принципе, разобрал. Уже понятно мне. Ага, вон там еще один кристалл ходит. Вообще, это изи враги. Я не знаю, друзья, возможно, если играть за какого-то милишника, это будет сложновато, потому что они телепортируются. Но, за стрелка, они умирают просто нехуй делать. Где ты? Да что за херня? Ну, достаточно просто. Вот, реально, достаточно просто. Так, и, насколько я понимаю, здесь вот у нас будет, друзья, что-то типа метро, то, куда нам надо, да? Так, и особый пиздюк. Он меня увидел, он топит. И, друзья, его, конечно же. А где у тебя слабая точка, блядь? Форманули кристаллов, это очень, очень неплохо. Я не знаю, что нахера они нужны, друзья, но я уверен, что в будущем что-то, какой-то топчик за них можно будет купить. Но обычно оно так работает. И сейчас... Все верно, мы идем. Сейчас мы спустимся в этот тоннель или что там. Судя по всему, там спуск какой-то очередной будет, потому что не может же быть все так просто. Так, 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 так. И что у нас здесь? Абсолютно нихера интересного. Есть настойка щавеля. Двери не открываются. Что с проходом наверх? Нельзя. Никуда не лезет, ничего не делает, друзья. Единственный вход только туда вниз. Там будет, я так понимаю, чекпоинт. И мы, собственно, пополним патрончики. И будем это все дальше без проблем проходить. И что? Yeah, все. Вот. Еще до прихода корня мы обнаружили этот материал возле красных кристаллов. Командир Невилл приказал добыть его вместе со всем остальным, чтобы найти применение. То есть вот эта вот штука, друзья, собственно, это что-то типа имбового. Я понимаю, так, какое-то супер оружие или что-то такое будет работать именно вот этих кристаллов. В плане крафта или улучшения или что-то типа того. Или там заточка есть. Вы видели то, что оно за металл идет. Возможно, там на какой-то топ уровень нужны будут вот эти кристаллы. То есть, ну, может быть такое. То, что там до определенного уровня ты точишь за железо. Потом уже нужен будет этот кристалл. Так. Что? Станция у церкви, друзья. Здесь у нас. Мне кажется, что там кто-то, сука, аж есть, блядь. Вон, пиздячки. Здесь, друзья, в принципе, если тебе... Что это за красная штучка? Это очередной алтарь? Это бомба. Понятно. Это типа бочки и что-то типа того, да? Вот как в играх ты стрельнул, а оно взорвалось. Только здесь этот цветочек. Это цветочек, не цветочек? Где-то эти пиздюки висят еще. Здесь, судя по всему, друзья, надо все время идти и смотреть наверх. Будем идти медленно по стелсу, чтобы не встревать. Потому что у меня все-таки... Вот. Пиздюк. Был. Так, это на что-то интересное или просто отсвечивает? Так, ну сверху вроде никого. Сука, они еще из-под земли топят, блядь. Это, конечно, вообще нихуя не радует. То есть эти пидоры не только сверху ездят. Он взорвался или что? А, вот тут там какой-то особенный пиздюк, который, судя по всему, друзья, как вы помните, в начале в обучении было, он их вызывал. То есть их так дохуя, потому что этот хуй их сажает. Или что он делает, я не знаю, как спавнятся эти корни. В принципе, потненько-потненько, но нихуя особого. Так, что по карте? Мы здесь вроде все осмотрели, да? Вроде все осмотрели. Возможно, друзья, здесь будет босс или что-то такое, потому что на локации сразу видно, что какая-то потная. Железо. Так. Что-то я забыл, что надо все время смотреть наверх, друзья. Но здесь никого нету. Так, и давайте пробежим здесь, посмотрим. Возможно, здесь что-то спрятано или что-то интересное есть. Но, судя по всему, нихуя здесь нет, друзья. Есть такой вариант, там, прожать вот эту тему. Кстати, мы же не испытывали вот эту вот эмбовую фишечку, да? Сагром их. Давайте, я не знаю, прожмем вот это. Я никого не вижу. В смысле, здесь нет врагов? Интересно. Так, я бегу назад, стоп. Это бомбочка. Судя по всему. Ага, вот есть пиздюки. Ого, сколько здесь пиздюков. И там пиздюки, и здесь пиздюки. Ну, сейчас... Сейчас мы вас, конечно, накажем. В смысле я не попал? Попал. И там вот висят. Добьем, чтоб не тратить патроны с винтовочки. Так, мы глянем, что у нас здесь. Здесь ничего. Туда подняться нельзя. И... А здесь еще были пиздюки. Здесь, судя по всему, какая-то нычечка или что-то типа того. Достаточно изи челик. Так, ну вот то, что он телепортируется, это, конечно, какому-то милишнику вообще. В смысле. Он загорелся, он горит? У него все плохо или хорошо? Я не могу понять. Непонятно, друзья. Когда они загораются, это плохо или хорошо? Потому что, как бы, если дерево загорается, ему ж пизда, правильно? Но чисто по логике, да? Но, может, у него такой какой-то баф, он типа берсерк там начинает гореть. И в то же время тебя очень неплохо лупить и поджигать и так далее. То есть, ну, непонятно здесь на самом деле. А потестить это как-то я не хочу. Потому что, друзья, здесь не очень много ударов надо для того, чтобы вас убили. Так, сбегаем с той стороны и глянем, что там. Здесь ящички пропустил. Железо, лом. Не знаю. Так, давайте сходим сюда. Я где-то проебал. Да. Смотри, сука. Где они? Ты уворачиваться от пуль умеешь, блядь? Это что, матрица? Да. Блядь, меня не напрягают, друзья. Они реально меня напрягают. Вот эти вот пидоры, которые их спаунят. Но ты на него часто очень не успеваешь нормально, адекватно среагировать. И он просто создает тебе... Так, кто-то там хрипит. Значит, где-то они здесь есть. Какие-то прикольные грибы. Ребята, я придумал. Это, наверное, знаете... Типа, они заразились в корне какими-то грибами, которые их контролируют и так далее. Я не знаю. Ну, так... Блядь, ну, это точно. У него хп ж не убавляется. Значит, друзья, то, что он загорается, это как раз у него все хорошо. Ну, как понять, кто загорится, а кто не загорится? Здесь вот я еще это не просек, друзья. Справился. Конечно, справился. Хули тут справляться? Изич сплошной. Так, постреляем немножко с ппшечки. Что, сюда залезть нельзя? Нельзя. Давайте попробуем взорвать на этой бомбе. Так, я предлагаю подрубить эту тему. Ага. Есть какой-то сундук. Неизабельный. Я уже был обрадовался, думал, нашел какое-то сокровище. Кстати, мы не испытывали этот перк, друзья. Надо потестить. Будет сейчас толпа. Я просто, знаете, когда вижу, что их много, я более сосредоточен на то, чтобы стрелять в хэт. Потому что, ну, не привык я к этим всем модификаторам. Вы сами обращали внимание на то, что не особо как-то часто ими пользуюсь. Но, я так понимаю, что чем дальше, тем чаще придется пользоваться. Кстати. Ну, ладно. Пока он один. Не будем, собственно, да. Вот это прожимать. Прожмем, когда их уже будет побольше. Так. Думаю, надо пойти по стелсу. Ну, потненько здесь. Не знаю. Вот напрягают вот эти вот, которые призывают их. Очень много. Итак. Мы уже пришли фактически к финишу, друзья. То есть здесь сейчас будет что-то интересное. Насколько я понимаю. Есть смысл, наверное, взорвать эту херню. О, потому что я буду туда идти. Не знаю, есть там кто-то. Ага. А вон контрольная точка или что-то на то похожее. Да, друзья. Судя по всему, здесь контрольная точка. И давайте сбегаем сюда. Пополним патроны. Пополним хпшку. У нас все уже стало отлично. И сейчас побежим по лестнице. Посмотрим, что там. Так. Здесь у нас нихера ровным счетом нету. Но здесь... Ух ты. Это я хорошо зашел. Друзья, на самом деле не особо люблю игры. Там, где надо все обыскивать. Потому что может что-то проебать. Ну. Мне вот такое не особо нравится. И не особо я люблю этим заниматься. Там все исследовать. Там все пересматривать. И так далее. Но здесь это надо делать. Потому что вы сами видите. То есть очко таланта. Это на самом деле супер... Супер важно. Давайте поднимем... Опыт. В принципе надо было это сделать даже раньше. Да, я часть опыта просто не получал. Но ничего страшного, в принципе. Что у нас здесь? В принципе все осмотрели. Так. Хорошо. Есть контрольная точка. Что дальше? Дальше нам надо топить, судя по всему, туда. Ну, прикольно. Прикольное такое подземелье, скажем так. Или станция метро. Опа. О! Ага. То есть он патрулирует там что-то. Я его не убил, да? Я его не убил. У меня все плохо. Появился... Кто, где? Что, где? Музыка стрёмная. Значит какой-то пидор жив. И он что-то хочет от меня. Нет. Все. Музыка не стрёмная. Там же кто-то... В смысле, где? Вот как это. Давайте пиздите его. Отлично. У него 200 хп. Очень имбовая тема. Очень имбовая, друзья. Обратите внимание, насколько, блядь, она умерла. И они все на меня долбят. Умри, сука. Нормально. Разобрались. Ну, на самом деле, я думал, ее на дольше хватит. Но на самом деле, их там было реально дохуя, друзья. Я думаю, если кого-то одного, то будет нормально. То есть, вот на эту хрень забавьтесь. Опять есть кристальчик. На меня это, конечно же, радует. Особых... Здесь их много. Или не много. Что? Да. Есть еще один. Его друг. Сука эта появилась. Блядь, он там, друзья. Я не знаю, что делать. Я туда не могу спуститься, его убить. Единственный вариант, это как-то здесь его... Распетлял. Лечим. Сзади. Матерый, матерый он, друзья. Он что-то... Это загорающийся. Нет, не загорающийся. Нормально, нормально. Очень неплохо получилось. В принципе, я... Одну хилку потратили из трех, но... Тем не менее, я полечился фактически на лоу хп. Она, во всяком случае, зря не прошла, да. И опять повышаем таланты. Опять повышаем опыт. Опыт нам нужен. Где он, блядь? Что-то на звуке, друзья, со всех сторон. Я... Меня здесь не было, кстати. Ну ты не умираешь от этого, и это не весело. О, вот это... Вот это наш человек. Точнее, наш пенек, или кто-то там. Главное, чтобы пидоры дополнительные не заспавнились. А они заспавнились. Не может же быть все так просто, да, друзья? Да, застреляй его нахер. Отлично. Справился. Да, это было неожиданно, я бы так сказал. Я не ожидал этого. А, физика убедить. Реально не ожидал я этого пиздюка. И там спуск куда-то вниз. Давайте сбегаем, посмотрим. Ничего особенного здесь нет. Есть у нас сундук. Открываем. И... Куча, куча, куча всего. Это что за херня? Что ты движешься, как на даун какой-то? Патронов мало, друзья. Но зато на ппшечку их реально много. Здесь у нас, собственно, ничего нету. Поднимаемся наверх. Очень много врагов здесь, друзья. Очень много врагов и замкнутое пространство. Это не особо хорошая локация для моего класса. Я имею в виду для стрелка. И, что ж, идем туда. Там ничего у нас не исследовано. Поэтому, думаю, что тут будет что-то повеселее. Что-то мне подсказывает, что скоро будет босс, друзья. Скоро будет какой-то... Не знаю, наверное, финальный босс. Потому что, вроде, это чел писал, то, что он там пошел на станцию метро. Вот к этой церкви. Там, где вот эта вот... Корневая мать или мать корней, я не помню. Или какой-то супер корень. Что-то типа того. Кто-то там, короче, очень важный есть. Где-то... Это ж, сука, есть. Попал. Блядь. А здесь должен быть этот пидор, вызывающий. Их же не может быть. Просто так дохуя распится. В смысле? Топи, дружок, топи! Я получил урон, это плохо. Нормально. Не знаю, друзья, правильно ли я сделал, что взял стрелка. Мне, на самом деле, хочется как-то начать сначала, да? И посмотреть, что могут другие классы. Потому что, ну, на самом деле... Вот. Очень силен стрелок. Быстренько, быстренько. Не в том месте ты вылез, дружок. Но ты все-таки успел. Успел, да? Надо позвать друзей. Что-то... Блядь. Он меня поджег, да? Сука такая. Все понятно, друзья. Это... У меня проблема. У тебя пиздатая проблема, я бы так сказал, дружок. Въебаем, собственно, второе. Вторую лечилку. Патронов 15 штук, друзья. Реально проблемы с патронами. Вот эти пиздюки все время появляются, да? Которые их призывают. Здесь, на самом деле, не так сложно их как-то распетлять. Сколько... Очень много ресурсов на них уходит. Это... Это явно херово. Это явно не в мою пользу. Хотя я, конечно, получаю опыт. И вот этот вот имба-кристалл и... Так. Кто-то там есть. И там вон что-то ненужное лежит. Это точно. Предлагаю сделать так. Где я получил урон? Вот. Где я получил урон? Блядь. Успел ударить. Я думаю, я буду побыстрее, друзья. Нихуя не вижу. Из-за этих силуэтов. Ну, где у него башка, блядь? Что думаешь, это стрелок, блядь? Я драться не умею? Камень мудрости, друзья. На что-то интересное. Давайте посмотрим, что он из себя... Говорят, середина. Это призрак мудрости. Скорее, знак того, чтобы вражел достаточно. И чему-то научим. Получаемый опыт на плюс 30, друзья. Это имба-кольцо. О, это реально мне очень-очень брокнуло. Я буду качаться просто как бешеный. У меня будет уйма талантов. И, конечно, мы благодаря этому всему абсолютно выиграем. Мы будем проходить. Это нехер делать. Так. Собственно, смотрим, что там. Что ты туда не залазишь? Что ты что, гонишь? Что за херня? А как туда залезть? То есть ты, блядь, не можешь высоко подняться, да? Какой-то, вон, калека. Мир его спасать отправили. Вся надежда на него. Так, друзья. Мы уже подошли, собственно, к самому интересному. Так, 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 так. И вот выход наверх. Друзья, сейчас, я уверен, будет потненько. Мне вообще, я задумываюсь о том, чтобы вернуться и улучшиться. То есть, потому что мне кажется, что скоро будет финальный босс. И мне вряд ли, друзья, хватит урона. Блин. Ну, с богом. Драконие звенья. Это что, деревянный дракон у нас будет, который будет огнем дышать? Интересно, на самом деле. Итак, друзья. Здесь уже что-то интересное. Есть холодильник. Все осматриваем, потому что может быть какая-то потайная комната, да? Или что-то такое. Что-то интересное. Ну, вот, друзья, вот обратите внимание, то, что, да, я пробежал всю карту и нашел вот этого вот челика с маской. То есть, если бы я это не сделал, то я бы... Церковь. Вот она, друзья, церковь. И там, как видим, беленькая такая фишечка, да? И мне кажется, что там будет сейчас потно. Не знаю, есть вариант просто-напросто переместиться и... Как-то улучшиться. Ну, потому что мне кажется, что... Что это как-то какая-то херня сейчас выйдет. Блин. Давайте все осмотрим. Там вот что-то есть. У нас что-то горит, да? Или мне кажется? Здесь вот, а, друзья, когда такой туман, это значит, что там будет босс, то, что там будет потно. Что ж, друзья, погнали. Попробуем пройти это. Здесь стабильно будет босс, я уверен. Поговорите... Стоп, здесь нет босса, да? Блять, я взял... Нет. Боже, просишь у корня совета. Ближе, дитя. Это ты. Волны принесли тебя. Мы видим все. Мы корневая мать. Сосуд мудрости. Глашатый корня. Чего ты жаждешь? Буря. Щит. Покров, что скрывает неизбежный конец. Час уже настал. Да, все проясняется. Ты жаждешь смерти корня. Но путь скрыт во тьме. Сосуд знает, что ты ищешь. Мы должны помочь. Но не там, где услышат. Они придут за нами. Когда мы разрушим связь. Защитишь нас? Поверишь? Давайте еще узнаем что-то по сюжету. Пока мы едины. Я знаю лишь то, что известно им. Мы знаем, как найти путь. Но не дай им услышать. Защити нас. Или не узнай этот сосуд. Когда-то такое же дитя, как и ты. А ныне наблюдатель. Ожидающий конца начала. Ожидающий пророчества. Тебя. Даль. Где находится путь, собственно, спрашиваю? Пусть свист и тернист. Будто спутанный клубок. Пока я связана с корнем. Мне больше нечего отмыть. Почему вы мне помогаете? Все до конца времен. Горести много. Но ты ярче всех. Спящий и мертвы. Дракон свободен. Шпиону нет места. Что ж, друзья, соглашаемся защищать бабу. Пустит этот сосуд просто так. Грянут последствия. Защити же бабу. Да, сказал же, что все будет окей, блядь. Где пидоры? Ух ты. Да здесь экшончик, друзья. Умри, сучонок. Что-то их многовато, друзья, я бы так сказал, да? Вам так не кажется? Куда ты к бабе моей идешь, а? Сука. У нас все очень неплохо, друзья. Очень неплохо. Мы бабу дефим вообще на изи. О, а вот это уже плохо. А вот это уже реально плохо. Да умри же. Слабо говоришь, блядь. Его с винтовки хуй застрелишь. Отлично. Разобрались. Что ты там пытаешься сделать? Так, мы перезаряжаем все дело, друзья. Что у нас только есть. Перезаряжай это. Ты в бабу целишься или куда? Друзья, я в панике. Немножко херово стреляю, но... Вот это уже проблемы. Вот это проблемы. Хер пойми, что с ним делать. Еще и здесь спидер стреляет. Да умри же, сука. Они бабу долбят, блядь. Ну, 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 пиздец. Надо его... Надо его просто рубить, блядь. Я не знаю. Все понятно, друзья. У нас проблемы. Что, я пропустил его. Запаниковал. И вот такая вот история получилась. В любом случае, сейчас... Сейчас я уже готов к этому всему. Мы все это перечитали. Сейчас зайдем, спасем бабу. И все у нас будет хорошо. Давайте топим. Топим, топим, топим. Сейчас подождем, пока выносливость восстановится. Все, отлично, она восстановилась. Поговорим с бабой. И... Ух ты. Здесь осталось, кстати, очень много всего, да? Насколько я понимаю. Эм... Эм... Вся проблема в том, что... Пришел... Все понятно. Все понятно. Я готов. Девочка, готов. Отлично. 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 Перезаряжай. Что ты там выебываешься? Где, где, где они, блядь? У меня есть обайтящий цветок, друзья. Почему я тупанул? Я чувствую, мне на две минуты не хватит патронов, друзья. Надо переключиться на вот это. На вот этого по-любому надо отстрелить. Он куда-то решил скрыться. Слабый, говоришь? А ты их убивать пробовала? Потому что ты так уверена. Так, минуту. Минуту мы прожили. Перезаряжаемся. Надо не забывать. Лом. Мне по-хорошему патроны нужны, конечно же, друзья. Вроде все неплохо. Вроде все неплохо. Мы это дефим. Правда, я пропустил. Пропустил удар, но мы это дефим, друзья. Есть геморрный. Получает в табло. Получает еще в табло. Не получает еще в табло. Отлично. Убиваем этого пидора. Что? Где-де-де-де-де? Вот это! Вот это проблема, друзья. Давай, долби этот цветочек. Ну уже, блядь. Перезаряди эту херню и убивай этого здорового пидораса. Блядь. Это проблемы, друзья. Надо лечиться. Так. Главное убить вот этого, и у меня все будет хорошо, друзья. Патронов нихуя нету. Блин, у меня просто не хватает огневой мощи, друзья. Просто тупо, блядь, не хватает огневой мощи. Для того, чтобы... Там стрелки еще. Ну вот эти. Надо вот этого убить, и все сразу станет очень хорошо. Что? Что такое? Что происходит? Баба! Справился. Ё, вот это было потненько, друзья. Потненько было, я скажу вам. Но нихуя сложного. Вы это пройдете вообще без проблем. Так, 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 так. Давайте все сейчас осмотрим. Все соберем. Здесь очень, 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 очень много лута. Так. Собственно, вроде все. Выйти я никуда не могу. Да, выйти я никуда не могу. Я просто хочу осмотреть. Вдруг она меня сейчас куда-нибудь перенесет, и получится полная хуйня. Спасибо, дитя. Спасибо, дитя. Собственно, спрашиваем, что делать. Корень многому меня научил. Я помогу. Мы сразимся вместе. Мне нужен отдых. Смотри, стена. За ней путь. Найди путь. А затем разыщи меня среди своих, наших людей. В блоке 13. Я знаю путь. Мы еще встретимся. Окей, дар матери. Талант открыт. Это неплохо, друзья. Смотрим, что за талант. Снижение урона в дальнем бою. Хуйня. Я не танк, друзья. Я стрелок. Так, что у нас здесь? Здесь что-то открылось. Давайте все осмотрим. Есть ящички. Ящички, конечно, мы ломаем. Есть какая-то записка. Отлично. Есть очередное чтиво. Кошмар становится все безумнее. Прошлой ночью я охотилась на семью, скрывающуюся в лесу за городом. Я чувствовал запах их страха. И мне нравилось это. Я наслаждался этим чувством, но заставляло меня бежать быстрее, вонзая когти в их грудь. Я трепетала от восторга. Проснулась от собственного крика. Хотелось бы сказать, что это был крик ужаса. Но в этом я не уверена. Мой вопль разбудил остальных. Малышка Надин заплакала. Эндрю спросил, что случилось. Я соврала, будто Надин просто приснился. Плохой сон. Будто это из-за нее мы проснулись. Я расскажу Эндрю, но не сейчас. Мне нужно время, чтобы осмыслить произошедшее. Я снова видела сон. Группа добытчиков к северу от шоссе. Часовые задремяли, и мы убили их во сне. Я наблюдала за убийством несколькими парами глаз. Одновременно на этот раз я не кричала, а проснулась в слезах. Не была уверена, что горевала по погибшим добытчикам. Прошлой ночью мне присонился сон, в котором на меня охотились. Они обманули нас, приманили словно животных. Но я первый заметил ловушку, отправил двоих наших к приманке, пока остальные скрылись в тени. Они думали, что мы попались, но на самом деле они оказались в нашей западне. С каждой их смертью я ощущала приятное тепло. Я чувствовал его даже после того, как проснулась. В этот раз я не просто наблюдал, я просто чувствовал то же, что и они. Я общалась с ними, помогала им, делала то же, что и они. И это было приятно. Мы нашли группу людей, скрывающихся в больнице. Они не были готовы. Их крики услаждали мой слух. Мы убили всех еще до того, как ублюдки сумели схватиться за оружие. Боже, что черт восьми со мной происходит? Я пересчитывал свои записи, мне стало страшно. Я боюсь себя на своих чувствах и к желаниям. Надин учится читать. Надо держать этот дневник под замком. Нельзя, чтобы она или кто-то еще прочли его. Мне приснился новый сон. Он был не похож на предыдущий. Я выползла из земли и поднималась, пока не выросла на десять этажей. Теперь оружие людей могло разве что пощекотать меня. Я рушила здание, чтобы похоронить укрывшихся внутри. Это не просто сон, это реальность. Нечто такое, с чем мы еще не сталкивались. И мне кажется, что это существо знает о нас, обо мне оно направляется сюда. Я рассказал Эндрю о существе и сна. Он уверен, что это выдумки, просто кошмарное видение. Он не знает. Я не рассказывал ему о других моих снах. Он не должен узнать, что я чувствовал, что он не верит мне. Но где-то на Севере этот монстр убил десятки, сотни людей. И теперь он направляется к нам. Я должна что-то предпринять. В город клонул поток беженцев, рассказывающих о истории о исполине, способном сравнять с землей целое здание. Мы с Адрюм посмотрели друг на друга. В его глазах читался страх. Он начал подробно расспрашивать меня, насколько большим был монстр, где его слабые места, как скоро он доберется сюда. Я хотел бы сказать ответы на все эти вопросы, но я точно уверен лишь в одном. Нам не победить его. Нам ничего ему не противопоставить. Я подумал, что если бы я смогла пробраться в их головы по своей воле. Корень знает о блоке 13, а я знаю о корне. Между нами двухсторонняя связь. Что если я смогу ей воспользоваться? Что если я смогу обмануть их? Спрятать блок 13 или убедить их, что тут никого нет? Жаль, что мне мало известно об этой связи, ведь я пользовалась ей только во сне. Как же мне сделать это? Еще беженцы исполин. Все ближе. По словам выживших, он доберется до нас через две недели. Что с счастливого Рождества? Скоро мы все умрем. Если только не придумаю что-нибудь. Получилось? Господи, у меня получилось. Сегодня мы сражались с корнем. В какой-то момент я остался с дьяволом один на один. Он теснил меня, и я почувствовал его ярость, его желание прикончить меня. Я решил, что в этот раз могу чувствовать его эмоции, значит он может чувствовать мои. Поэтому я мысленно попытался связаться с ним, попытался передать свои эмоции, свою любовь к Эндрю. На один желание выжить, и дьявол остановился. Я проникла не только в его сознание, я почувствовал весь корень, единое сознание, принадлежащее миллиону существ. Я слышала их и могла заговорить с ними, если бы захотела. Но затем объявился один из наших и разнес дьяволу башку. Но у меня получилось. Я могу сделать это. Могу спасти блок 13. Эндрю, скажу прямо, не был в восторге от моей идеи, но все еще думает, что мы можем дать отпор из Полину. Но он не был в голове корня и не видел его. Мы не можем победить в одиночку. Время на исходе дозорные видели из Полина за городом. Он еще опаснее, чем я думал. А кошмары тоже становятся все страшнее. Теперь существо знает меня, пытается со мной говорить. Оно зовет меня. Эндрю не хочет обсуждать это со мной. Его не интересуют ни сны, ни мой план, ничего. Это злит его. Но я знаю, что могу их спасти. Если я ничего не сделаю, нам конец. Оно в городе, оно пришло за нами. Я иду в старую церковь. Нам нужно много корней. Нужно уйти до того, как Эндрю проснется, иначе он меня не отпустит. Эндрю, если вы когда-нибудь прощете это, надеюсь, вы поймете, как сильно я вас люблю. Несмотря на все безумие последних лет, когда я начинал видеть корень, ощущать его эмоции, я всегда оставалась Эвелин Седер Форта, женой и матерью основателя блока 13. Я пойду на все ради вашего спасения. Их нужно остановить, остального не важно. Даже если мне придется стать одной из них, у меня получится. Я уверен, я смогу скрыть от них блок 13, направить другим путем, запутать их. Я не знаю, что со мной станет, но если вы читаете это, значит, у меня получилось. Вы живы, все, было не напрасно. Я люблю тебя, Надин, я люблю тебя, Эндрю, простите меня. Собственно, друзья, вот такой вот текст, достаточно интересно раскрывается сюжет. Хотя, читанины супер много, мне на самом деле это не особо нравится. Смотрим, что здесь. Ух ты, я видел там что-то синенькое, или это бах какой-то. А мне, ва, это текстура. Видите, вот, да, не знаю. Вот, текстура как-то не так прогружается, не знаю, и там синяя. В любом случае, идем вниз, смотрим, что у нас здесь. Тут тоже что-то... Снайперская винтовка. Нихуя себе, друзья. Здесь уже попахивает чем-то откровенно веселым. И сейчас, конечно же, мы ставим ее. Снайперская винтовка плюс два, друзья. Плюс два винтовочка. Сменить модификатор, x, убрать модификатор, ставим винтовку, доступно, поставить модификатор. И теперь смотрим, как работает эта винтовка, друзья. Ага. Два раза прицел. То есть, один раз нажал, и в то... Блядь, вообще он неудобно сделан, друзья. Надо два раза быстро кликнуть, для того, чтобы подрубился вот этот прицел. С одной стороны, как бы, его использовать в любом случае будешь, не в какие-то потные моменты. Но, тем не менее, друзья, все равно как-то супер неудобно он включается. Нашли винтовку, собственно, друзья. Кто вот это будет проходить, обязательно сюда загляните, потому что здесь есть винтовочка. Она однозарядная. Здесь 25 выстрелов. На самом деле, это явно хуево, друзья. Потому что, как правило, патроны у меня заканчиваются супер быстро. И в той винтовке у меня есть память не подводит 40 выстрелов, да. Здесь шкафчики. Мы это разбиваем. Почему я их не разбил раньше, я не знаю, друзья. Но, как есть. Баба, собственно, отдыхает. Здесь ничего интересного. Собственно, все, мы все обошли и топим дальше, друзья. Что у нас здесь есть интересного? Вообще, по-хорошему, хотелось бы, конечно же, опробовать винтовку, друзья. Но на что-то я никого не вижу. Ну, должен же здесь быть какой-то пиздюк. Ну, по-любому. Собственно, это было своего рода какой-то, не знаю, квест, да. Типа, как босса. Потому что топило их много. Было реально сложно, друзья. Особенно сложно с этим танком. Которого непонятно, каким образом можно быстро убить. На самом деле, я не знаю, как его быстро убивать. Но я не знаю, где у него слабое место. Потому что стреляешь ему в табло, ты не наносишь урона. Стреляешь по ногам, не наносишь урона. Стреляешь еще куда-то, не наносишь урона. И на самом деле, ну, это, друзья, не весело. Собственно, сейчас здесь у нас очередное. Оцинкованное железо, железо высшего качества, хорошо подходит для создания брони и прочих вещей, которые по замыслу создателя должны выдержать попадание пули. Окей. Собственно, неплохо. Но, конечно же, друзья, меня радует винтовка. Винтовка это уже весело. Это уже можно как-то их отстреливать прям далеко-далеко. О, и вот уже контрольная точка. Сейчас мы к ней придем. В смысле? Блядь, я думал, это пиздюк растворился. А вон, 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 друзья. Стоп, 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 стоп. Блядь. Нихера себе. О, вот это, вот это, вот это охуенно. Друзья, вот это, это реально охуенно было. Мне, мне реально зашло. Может так и пиздюка особого как-то можно прям быстренько убить. 400 урона, друзья, я таких цифр просто не видел. А ну. Да здесь можно вообще другой конец-ка. Что-то урона вообще нихера не прошло. Он стреляет или что? В смысле? Мы его убили? Изи. Просто изи, друзья. А кто это такие? Нихера себе. Не, их надо уже убивать тупо по стелсу. Да что за хуйня со мной? Ну, здесь будет пот нам, друзья. Да что, блядь, такое? Что вы? Нахер, иди, понял? Собственно, друзья, тестировать это все дальше будем уже в следующей серии. Я думаю, что это будет достаточно весело. А на сегодня все. Собственно, если вам понравилась серия, подписывайтесь, ставьте лайк, жмите колокольчик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok